Добрый вечер! В эфире телеканал Репортер. Программа Разберемся. Не так давно Владимир Путин, находясь в Карелии, встречался с волонтерами со всей России и обсуждал актуальные вопросы, касающиеся этого направления деятельности в нашей стране. Собственно, это дает нам повод поговорить о волонтерах Ульяновской области. Добавлю, что Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области, тоже не так давно объявил десятилетие доброты в нашем регионе. Соответственно, волонтерство – это и есть доброта. Об этом будем говорить с нашими гостями. Сегодня в нашей студии Оксана Владимировна Солнцева, министра молодежного развития Ульяновской области. Кирилл Валов, руководитель направления программ и проектов автономной некоммерческой организации, дирекция спортивно-массовых мероприятий. Раиль Валеев, региональный руководитель Ульяновского отделения «Волонтеры Победы» и Оксана Краснобайя, руководитель проекта по изготовлению тактильных книг. Добрый вечер, уважаемые гости. Оксана Владимировна, первый вопрос к вам. Сколько у нас сейчас волонтеров в регионе есть и сколько у нас волонтерских организаций существует? И, может быть, еще сразу, какие направления самые актуальные для нас? Очень мне понравилось то первое слово, с которого вы начали «разберемся». И вот это действительно тема для такого серьезного разбора. Их столько, что посчитать очень сложно. Почему? И вот мы до сих пор рассуждаем между собой, хорошо это или плохо. Потому что, на мой взгляд, та ниша, которая касается волонтерства и добровольчества, она, наверное, самая благодатная на сегодняшний день. Потому что для того, чтобы стать волонтером, ничего не нужно, кроме желания каким-то образом изменить мир в лучшую сторону. Поэтому мы можем посчитать уже существующие объединения, которые, скажем так, специализируются на этом. Мы можем посчитать людей, которые уже сделали какие-то добрые дела. Но ведь масса интересных добрых дел происходит вообще просто в каждом дворе. И их не фиксируют, об этом не знают, они их случайно узнают. Кто-то удивляется, кто-то радуется, кто-то присоединяется. Вот так, если по подсчетам, мы пытались проводить некий мониторинг, запускали по муниципальным образованиям, около 700 организаций, больших и маленьких, официальных и неофициальных. То есть официально зарегистрированных таких организаций нет, но существующих там, как при школе, так при дворе, при общественной организации. Вот такое количество. Но это, я думаю, что людей и самообразующихся вот таких в различных ситуациях, их гораздо больше. То есть предположительно 700 серийных волонтерских организаций, будем называть это так, в противовес точечным. Ну, когда просто человек ушел, например, увидел там котенка на дереве, снял его, пошел дальше, то есть, в принципе-то, совершил доброе дело совершенно бесплатно. Да, или, например, повесил какой-то скворечник и назвал это «Птички на кафе». Так, давайте просто нашим гостям другим дадим слово тоже. Раиль, вот ваша волонтерская организация, если я правильно понимаю, занимается поиском погибших бойцов на полях сражений? Ну, не только на самом деле, да. Ну, хотел бы рассказать, что «Волонтер Победы» — это всероссийское общественное движение. Мы являемся ульяновским отделением. Наша основная цель — это сохранить память, связанную с историей. Мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, но уже не только. Мы и ветеранам труда, другим тоже ветеранам мы непосредственно помогаем. Это благоустройство памятных мест, проведение образовательных квестов для молодежи. Но и в целом также переходим уже и для всех жителей, чтобы они приняли активное участие. Наше волонтерство называется патриотическое. То есть вовлечение как раз всех, не только молодежь, но, опять же говорю, жителей нашей Ульяновской области. Так называемое, все-таки, наверное, сохранение памяти, изучение истории через непосредственно, через вот именно притронуться к истории. Не просто это лекционно, а именно это, чтобы они могли... То есть это есть выезд в поле какой-то? Да, выезд в поле, в лагеря. То есть у нас вчера ребята ездили в лагерь, а они проводили, можно сказать, образовательный квест для детей. Тема, которой вы занимаетесь, она на самом деле очень серьезная. Я подозреваю, я, конечно, могу ошибаться, но я подозреваю, что все-таки вас координирует каким-то образом сверху, и координирует какая-то, может быть, даже государственная структура. То есть вы не те люди, которые собрались с улицы по своему зову сердца. Вас все-таки изначально как-то подбирали, искали и отбирали тех, кто достоин войти в ваши ряды, тех, кто не достоин. На самом деле изначально, как вот сказала Оксана Владимировна, это главное, чтобы желание было. И сами ребята активно, если они принимают участие, их видно, их, конечно, заметно. Их вот этот именно интерес, соответственно, они больше всего направлены и хотят помочь. То есть помочь именно развитию данного направления для того, чтобы все-таки не только сохранить память, но и опять же вовлечь большое количество людей для того, чтобы они активно в это вовлекали деятельность. Раин, ну, наверное, Талычковым все-таки послужило 70-летие Победы. Да, да, я хотел бы рассказать изначально. Когда корпус Победы был объявлен, и вот здесь уже, когда поняли, что есть организация, были назначены региональные представители, причем все очень структурно правильно. Ну, то есть, Оксана Владимировна, я прав, да? Это тот пример волонтерства, который координируется сверху. Это нормально совершенно, никто не говорит, что это что-то неправильно. А потом уже дальше это наполнялось содержанием абсолютно неформальным, по желанию и так далее. Хорошо, тогда слово Кириллу дадим. Кирилл, вот смотрите, мы с вами до программы уже разговаривали, да, и тоже такую тему успели обсудить, что Владимир Путин, когда оценил масштаб работы волонтеров, он высказался в том ключе, что деньги, которые затрачивают государство на работу волонтеров, они, ну, то есть, эти суммы гораздо меньше, чем пользы, которые волонтеры приносят. И добавил, что, возможно, в скором времени будет правительством рассмотрена федеральная возможность выделения дополнительных средств. Скажите, пожалуйста, насколько деньги нужны вообще волонтерам, и не выглядит ли это так, как попытка отдать на откуп добровольцам какие-то социальные обязательства, которые должно нести на себе государство. Ну, выскажу, конечно, сугубо свою точку зрения и версию в этом плане всего. Как бы проработав там длительное время и в молодежной политике, осознав это изнутри, как это вообще работает, да, то есть, как вообще с молодежью разных категорий нужно себя вести, как представители органов власти, там, как они вообще, что им нужно от жизни, что им нужно от государства, в свою очередь, да, как бы я вот в данном ключе высказался бы за то, что деньги вот как фактическая сумма, да, волонтерам в принципе не нужны, не то чтобы они им не нужны, понятно, что любой молодой человек, любая девушка хотели бы иметь финансовую независимость, а вот прямые, соответственно, вложения финансовые в этих людей, они приведут, наверное, только к каким-то все-таки разлагающим моментам, и в обществе в целом они же вырастают, становятся родителями и так далее. Я считаю, что деньги нужно, если и вкладывать, если они есть, да, есть потребность, мы сейчас понимаем, что существует, в то, что, соответственно, их сподвижет на то, что они делают, собственно, как бы не за какие-то материальные вознаграждения и так далее. То есть использовать, если использовать деньги, то использовать деньги на какие-то конкретные акции. Да, и уже, в принципе, у государства... Обеспечить их деятельность. Вот волонтеру нужно поехать куда-то, там, в Сурское, да, например, на мероприятие, то, конечно, мы, как государство, должны предоставить ему либо автобус, либо деньги, да, ему нужно там пообедать, он тратит свое время. Наверное, это правильно обеспечить его этим. Чтобы человек только сосредоточился на том, чтобы отдать. Я не зря сказал, что как бы изнутри вот эту систему знаю, как бы, да, придя уже в спорт. То есть мы вот свое спортивное волонтерство с этого и выстраивали. То есть понимая, с пониманием отнесясь к тому, что такое волонтер. И почему, как бы, это последние два-два с половиной года своим успехом пользуется, да, определенным, то есть в определенных кругах молодежи, волонтеров. То есть у нас более двух с половиной тысяч за почти три года человека прошло через эту тему на всех крупных и так далее мероприятиях. То, что мы понимали, что волонтеру нужно для того, чтобы он, во-первых, пришел. Мотивация, она в любом случае нужна, но нужна и комфортная среда. Для того человека, с которым ты будешь работать. Один раз отработав в поле и, грубо говоря, не накормив его, не напоив, да еще и бросив без денег, там, не без денег, а вообще без транспорта, например, обратно, да, то есть мы понимаем, что этот человек никогда не останется. Это уже надо быть немножко, наверное, сумасшедшим, да, это уже не тот формат, в принципе, как бы, да, взаимодействия людских, как бы, между людьми. А такие сумасшедшие встречаются? Наверное, все-таки есть. Понятное дело, что их, наверное, не так много. С одной стороны, это все-таки вызывает сожаление в зависимости от сферы, да, в какой этот сумасшедший, соответственно, себя реализует. А с другой стороны, наверное, это все-таки, как бы, и, может быть, и не нужно. То есть, как бы, здесь все должно быть. Нет, с другой стороны, просто Кирилл, смотрите, ну, это сумасшедшие, это мы их так в кавычках назвали, на самом деле, эти люди с большим сердцем, которые, в принципе, не так они хотят заботиться о себе, как хотят заботиться о других. Я просто сейчас Оксане хочу слово передать и как раз спросить. Вот смотрите, про деньги разговор, когда зашел, что тратить на какие-то зарплаты волонтерам, это не совсем правильно, потому что это же как-то не совсем волонтерство получается. Совсем неправильно. А, да, совсем неправильно. А вот тратить на какие-то проекты, вот ваш конкретный проект по изготовлению тактильных книг, наверняка он потребовал денег. Расскажите, пожалуйста, вообще, как родилась идея создать такого проекта, куда эти все книги пошли, как вы собрали эти деньги, и что, собственно говоря, дальше-то планируете делать. Я просто поняла, да. Знаете, всегда, когда вообще проект начинаю рассказывать, я еще всегда рассказываю, что такое тактильная книга. Тактильная книга — это аналог плоскопечатной книги, где все картинки, которые мы с вами смотрим, видим, их можно пощупать. Специально такие книги применяются для реабилитации детей с дефектами зрения, которые дают представление об окружающем мире. Этот проект родился в Ульяновском государственном педагогическом университете на одном из школ добровольцев, где как раз проводили различные мастер-классы, на которых рассказывали про то, как взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья, и вообще, как им помогать, и какая помощь им нужна. Ну, то есть обучали их взаимодействию. Вот, и после этого был Станин Привзина, там родился данный проект. После этого мы его подхватили, и нашли очень много ненадушных людей, которые действительно хотят помогать и делать это действительно бескорыстно. Если вот мы говорим, что там футболки, там какая-то раздатка, у нас всего этого нет. У нас действительно, мы рассказываем то, что в нашем государстве, в нашем городе существует такая проблема, почему это важно, и что это даст для того ребенка, для которого мы сделаем. И очень много людей откликается. Ну, смотрите, сколько книг вы сделали? Мы сделали порядка 50 книг. 50. Это покрыло потребности какого количества детей с ограниченными возможностями? Ну, смотрите, у нас в области... 50, подождите, 50 наименований или 50 штук? 50 штук. Ну, это мало, на мой взгляд. Ну, смотрите, тут вопрос, как мало. У нас около 400 детей, которые с дефектом зрения незрячих, около 100. Ну, то есть, которые вообще от рождения не видели. И, то есть, я думаю, то, что это, ну, хороший такой вклад, но мы на это... В процентном соотношении, да. Да, в процентном соотношении. Но мы не останавливаемся на этом. Да, вот по поводу того, как вы можете дальше развиваться чуть-чуть попозже, давайте с вами поговорим. Как с вами Владимировны вопрос появился. Вот как раз этот проект, мы, я помню, мы делали сюжет. Мы на нашем канале делали сюжет про этот проект, мы снимали, показывали. И о чем я задумался, а вообще, на самом деле, волонтерство в регионе, несмотря на то, что такое количество организаций, представлено в румационном поле очень слабо. И здесь, кстати говоря, не СМИ виноваты, и даже не соцсети. Потому что, когда в соцсетях вдруг возникает сообщение о том, что пропал ребенок, оно мгновенно транслируется, и там тоже этим занимаются поиском волонтеры. А вот когда есть 700 организаций, которые занимаются своими делами, их не видно, не слышно почему-то, да, то есть они как-то кучкуются по интересам. На этот счет Владимир Путин сказал, будучи в Корее или Петрозаводске, что, в принципе, неплохая идея создать общий сайт. Общий сайт с общим реестром всех волонтеров России. Но она же витала в воздухе, что мешало нам создать такой сайт для наших волонтеров региональных. Может быть, сейчас и имеет смысл как раз подсуетиться и быстро собрать всех в единую команду. Тем более, айтишники наши местные, они могут нам помочь. — Действительно, очень сильные айтишники, и тему правильную вы говорите про то, что очень много добрых дел и мало информации. Вот буквально вчера тоже по этому поводу рассуждали, встречаясь с людьми, которые делают серьезные гранты, а информации об этом нет. Но нам тоже это странно. Может быть, много информационных потоков. Может, мы не попадаем куда-то. Что касается сайта, вот сейчас, когда уже существуют федеральные, в такой пробной версии, но уже в работающей, там продуманы региональные направления отделения. Поэтому мы сейчас будем просто дублировать, на мой взгляд, эту деятельность. И что касается региона, например, определенные направления, они уже закреплены за определенными структурами, и все понимают, как и куда идти. Мы понимаем, событийное волонтерство, спортивное волонтерство, оно замкнуто на дирекции. И здесь вообще очень хочется сказать, для того, чтобы появилось что-то... — Нет, вообще, да, я прошу прощения, но вообще очень много волонтерств замкнуто на что-то. Вот, например, то, что связано с Великой Отечественной войной, это тоже такая замкнутая система, но тем не менее, как-то надо... Я прошу прощения, что перебил вашу мысль. Давайте ее подхватим. — Я имела в виду замкнутое не с точки зрения того, что оно замкнутое, может быть, неправильное слово подобрала, а то, что оно закреплено за кем-то, и все понимают, куда идти. На том, что там сайте Минспорта... — А, как вертикально устраивается. — Да, эта ситуация там, она отработана. На сайте Министерства образования, педуниверситета, отработано это направление с волонтерами. Ну, нужно сейчас посмотреть, если вот этот сайт, если эта платформа Доброволец РФ, она не будет отрабатывать наши региональные интересы, то тогда, наверное, да, действительно, это нужно сделать. — Скорее всего, даже информационное может быть перенасыщение. Если мы сведем все под одно, и вот, например, работая я в спортивном и событийном волонтерстве, я понимаю свой круг людей, на кого я могу это транслировать с точки зрения привлечения. Раиль понимает, на кого он может выходить. Оксана понимает, потому что у нее вообще, то есть, эта тема такая узкая, то есть, здесь вот, как говорится, проходного двора не может быть в таком волонтерстве, да, вообще, в принципе, исключено. Здесь речь идет о том, что и у меня, и у Раиля, и у Оксаны есть своя база. Например, вот она, понятное дело, что жизнь волонтера, назовем так в кавычках, да, она от двух до трех лет, как правило, то есть вот безвозмездного, так скажем, оказания каких-то социальных услуг государству и так далее, общества, да. Я знаю других. Ну, нет, ну, нет, побольше. Я так понимаю, мы в среднем говорим. Мы в среднем говорим о том, как это есть. А самопатичная часть студенчества, как правильно. Да, конечно, студенчество. И здесь получается то, что мы работаем немножко вот со своей целевой аудиторией уже в волонтерстве. И если, например, даже на региональном уровне создать эту базу и от этой базы что-то транслировать, например, вот, ну, то есть, я вот знаю, что у нас мероприятие волонтерских, касаемо волонтерства, если брать все сферы, то есть, только по спорту их только 60 минимум в год. 60 в год, да, мы понимаем, да, как это надо отрабатывать информационно, да, возвращаясь к вашему вопросу. Вот. И если это мы будем еще что-то консолидировать в плане единого ресурса, вот, например, конкретно в моем направлении это будут сбой давать, будет сдавать сбой. Это я точно вот уверен. Поэтому здесь нужно не то, чтобы как бы все это объединить или что-то там на федеральный вот сайт, да, АИС там выходить или еще что-то. Я думаю, здесь просто нужно создавать единые площадки для уже коммуникации, для тех, кому нужно вот это вот обобщение в каких-то моментах, да, это те же самые смены, молодежные смены, в том числе и волонтерские по различным направлениям уже, и где вот ребята уже с разных направлений, да, самые достойные, могли бы между собой общаться и делиться опытом, потому что, не зная специфику волонтеров Победы, например, да, то есть, точнее, как бы, узнав на этой смене эту специфику, например, для своей деятельности, я бы уверен, что получил бы, например, и ребят, которые работают со мной, получил бы много чего нового, и так же они, потому что у нас специфика разная, и обмен опытом вот именно в радикальных направлениях, как врачи разных направлений, да, то есть, суммарно, это, наверное, идеальный врач. Я прошу прощения, что прибиваю, да, но давайте Раиле тоже спросим, а то он заскучал на это, смотри, Раиле. Ну, на самом деле. Не надо, не надо скучать, потому что тема-то, на самом деле, интересная, и вам есть, наверное, о чем сказать. Но я хочу спросить не про волонтеров Победы, а есть еще такая опасность, как люди, которые выдают себя за волонтеров, да, особенно если это связано с какими-то деньгами, грантами и так далее. Вот, на ваш взгляд, давайте просто порассуждаем, на ваш взгляд, как можно их отсечь от этой рублевой кормушки, как можно их опознать, дать им по рукам. Знаете, есть не только, да, вот, именно проблемы с деньгами, но есть вот мнимыми волонтерами, которые навещают ветеранов и их обманывают, к сожалению. Они прикрываются какие-либо организациями, да, и когда они навещают ветеранов, ветераны идут навстречу, а потом вот выяснятся, что они их обманули, и они разочаровываются. У нас были такие ситуации. Это большая проблема. Раньше это были сантехники, как правило, работники ЖЭКа, а теперь, когда вот это волонтерство, оно на волне. И у нас такая ситуация, то, что мы, нам приходится через госучреждения обращаться, чтобы навестить ветерана. Почему? Потому что ветеранам многие не доверяют просто обычным обывателям, либо волонтерам, готовы помочь им в бытовых каких-либо условиях. Вот, к сожалению, вот это основная такая проблема. Это правильно. Знаете, верифицировать сейчас в нашем современном обществе человека необходимо. И хорошо, что ветераны это понимают и запрашивают, а кто к нам пришел. Да, ну вот по поводу, как отсеивать определенных ребят, по поводу, вот у нас есть определенная своя регистрация, есть у нас сайт «Волонтеры Победы.РФ», есть и своя отдельная тоже регистрация, где у нас и диалог есть, где мы проводим отдельные встречи с волонтерами, у нас есть их данные, кто откуда, чем занимается. Соответственно, у нас они разделены по направлениям, и мы знаем то, что на этого волонтера мы можем полагаться, и он нам будет помогать. Соответственно, он с нами дает такое согласие, то, что он готов помогать, и помогает определенному ветерану, либо он помогает в организации какого-то мероприятия. Соответственно, мы знаем то, что он будет нам в течение этого какого-то времени помогать. Волонтерскую клятву приносит? Не то, что у него есть определенная цель и даже мотивация быть именно сопричастным в такой федеральной повестке. Он, входя в вашу волонтерскую организацию, он же обязается соблюдать устав ее? У нас, да, есть устав именно нашего движения, то, что он обязуется прежде всего не нарушать, это первое основное в пункте считается. Второе, то, что он соблюдает все нормы, то есть именно касаемо навещать ветеранов, помогать им, ну и, конечно же, не обманывать. Основной целью это все-таки соблюдать именно правду, именно такую правду. Спасибо. Оксана Владимировна, вот по поводу законодательства, вот этих вот отсутствия законодательства по волонтерам, чуть попозже, сейчас Оксане Краснобае вопрос еще задам. Итак, возвращаясь к вашей теме, у вас, на мой взгляд, есть два варианта развития вашего проекта, ну вот как кажется прям вот логично, то есть либо издать новую серию книг, потому что детки подросли, и так вести их и так далее по 50 книг, либо расширяться на другие регионы, почему бы и нет, или там места уже все заняты, то есть там свои такие же волонтеры, как и вы. Ну, знаете, у нас вообще, мне как раз не говорило, то что вот мы нашли большой очень норклик, да, мы подали на гранты, и мы в прошлом году стали грантополучателями, и вот мы выиграли гранты, благодаря которым мы смогли вот издать вот эти книги. И сейчас у нас тоже грант вроде бы завершился, но да, вопрос, а как продолжать встает, и мы хотим сейчас издать еще серию книг, но они будут уже для более взрослых, именно для тех, кто идет в школу, это будет какая-то там азбука или там букварь, да, где уже будет непосредственно обучающий, потому что все книги, которые мы издали, это были сказки русские народные, которые мы там с вами с детства знаем на память. Вот также хотелось отметить то, что вот среди неравнодушных людей у нас были осужденные УФСИН, которые отбывают по Ульянской области, и тоже отклик достаточно большой, знаете, когда человек, который, ну, рассказывает там свою историю, да, и, ну, делает какую-то книгу, и при этом, знаете, вспоминает о том то, что у него тоже есть дети, о том, как, ну, когда у него было заключение, да, то есть, ну, действительно ценно, и вот этот сам процесс, он, естественно, очень положительная рециализация, и тут вопрос, кому мы больше помогаем, тому человеку, кто это делает, который приобщает то, что он отдает частичку себя, либо кому, вот тут тоже вот мы для себя конкретно еще, да, тут же двойной, тут двойной эффект, и какой-то мы нашли вот такой вот баланс, а то, что мы не собирались там заканчивать проект, только продолжать это, да, потому что мы увидели потребность, я думаю, что обязательно продолжим работать дальше. Спасибо. Оксана Владимировна, нет закона, который определял бы, что такое волонтеры, как они, к чему они должны подчиняться, что они могут делать, что они не могут делать, что они должны, что они обязаны, да, и какие у них есть права, и как раз вот о чем мы с Раилем говорили, это как раз таки большая проблема, потому что есть, да, люди, которые выдают себя за волонтеров, есть люди, которые могут, в принципе, создать целую организацию, получить грант и потом бежать на Канарские острова, условно говоря. Может быть, мы на региональном уровне, пока нет на федеральном, попробуем создать какие-то свои определения, нормативы и законы, или нам это не дано по законодательству? Тонкая грань, и не случайно вокруг этого идет большое количество дебатов, разговоров, и сейчас даже в это включилось агентство стратегических инициатив, которые разработали стандарт, да, по волонтерству, это не случайно, потому что есть вот одна грань, как защитить там людей, есть вторая грань, вот мы здесь говорили о событийном волонтерстве, очень много, и вы, кстати, сказали, что основная активная часть, это студенчество и молодежь, да, это то, что на виду, а есть еще очень огромный блок, о котором мы не знаем, и он не стремится выйти наружу, это социальное служение, волонтеры работают в воскресных школах, и это взрослые люди, волонтеры работают в хосписах, и это тоже, ну там разные, и взрослые в том числе. Ну там, кстати говоря, то, что касается хосписов и больничных учреждений, там, наверное, вообще закон должен быть, ну, регуляция должна быть очень жесткая, потому что там нужно же обладать какими-то знаниями специфическими, чтобы, не дай бог, не навредить людям, которые... Ну, да, безусловно, это все регламентируется, вот совсем недавно у нас тут прошла в регионе, я отвечаю на ваш вопрос, а не уходя от темы, школа общественного действия совместно с фондом Андрея Первозванного мы проводили, проектных школ их, ну, достаточное количество сейчас везде, чем отличается это, вот все проекты, которые там рассматривались, они все вот касаются именно социального служения, это больничные клоуны, это работа в хосписах, и там мы познакомились с замечательной ульяновской семьей, она жила в Ульяновске, давно уже занимается этим, мы никогда просто не слышали, то есть семья обычная, муж, жена, маленький ребенок, они ходят в несколько детских домов, они там познакомились уже с директорами, общаются, и они просто приходят не с тем, чтобы там дарить подарки, ну, это делают, кстати, многие очень, они приходят и, например, сегодня они проводят мастер-класс по изготовлению какого-то там кулинарного изделия, да, то есть это вот гораздо большее, они погружают в проблемы семьи, то они, значит, придут и расскажут что-то там о семейном бюджете, как его планировать, или папа там научит кого-то, как забивать гвоздь, понятно, что я сейчас образные вещи говорю, но вот они это делают давно, они не требуют никакой награды, это их позыв, да, кто знает, может быть, если сейчас мы регламентируем это, и вот очень много споров по поводу ситуационного волонтерства, да, когда пропал ребенок, и его нужно искать, когда… Как не помешать, собственно говоря, органам, официально по полиции, МЧС… Да, 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 если как только мы говорим о регистрации, другую я грани говорю, человека, который понимает, чтобы зайти на сайт, ему надо зарегистрироваться, ему нужно дать свои какие-то данные, это отнимет время, не каждый готов к этому. Вот пойти что-то сделать, да, пожалуйста, вот здесь внедрение государства, и сам закон, он должен быть очень хорошо продуман, так, чтобы и поддержать, и защитить и самого волонтера, и получать или услуги от волонтера, и не убить вот этот интерес. То есть таки ждать федералов. Да, ну, мы сейчас ждем, да, это уже вот последние встречи нам показали, что… По-моему, там самые простейшие должны быть там… Закреплены понятия… Подтверди, подтверди, что у тебя организация серьезная, деньги не укради, которые тебе дали, то есть покажи, как ты их будешь тратить, открой свою схему трат и так далее, то есть хотя бы с этого начать. Нет, это если про деньги, а если не про деньги, ну… Если можно… Но даже, опять же, не навреди, то есть если ты занимаешься волонтерством в медицинском учреждении, то это люди, которые приходят, да, ну я вот очень хочу, но не знаю я как там быть. То есть либо ты проходишь обучение, либо ты, извини, но найди себе другую нишу. Ну, здесь конкретно уже персоналия людей касается… Ну, нужно защитить и тех, и других однозначно, и того, кто получает эту услугу и самого волонтера, потому что и сам волонтер может оказаться в непростых условиях. Он… Его можно оклеветать, если он пришел там, например, помогать какому-то человеку один на один, да, и после его ухода человек заявляет, что у него там что-то пропало, или с ним что-то произошло, да, это очень сложно доказать. Много нюансов, и их сейчас все вот так вот рассматривают детально, досконально, хотя я думаю, что когда и будет принят закон, все равно будет еще много нюансов, потому что это человеческие взаимоотношения. Безусловно, там еще будут человеческие факторы. Да, да, да. Спасибо, уважаемые гости. Слушайте, я прошу прощения, но время нашей программы уже стекло всего 30 минут, к сожалению. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о волонтерстве в Ульяновской области и вообще масштабах всей страны. Дело это очень сложное, очень запутанное, но дико интересное. Поэтому, если у вас есть позыв пойти оказать кому-то помощь или просто сделать доброе дело, идите и сделайте. это была программа «Разберемся» на канале Репортер. Я благодарю наших гостей за участие, а вас, уважаемые зрители, за внимание. Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова